Металлоискатель Force Core применяется по всему миру, а его меню переведено на 10 языков. В этом ролике мы продемонстрируем функции меню и расскажем об их назначении. Рассмотрим основной экран и опции меню. На основном экране отображается информация, необходимая во время поиска, балансировки по грунту и в режиме Pinpoint. Теперь обо всём по порядку. Экран при поиске. В верхней части LCD-дисплея находится цветная полоса, которая указывает на тип обнаруженной цели. Это могут быть горные породы, железо или другие металлы. Индикация ID цели. При обнаружении цели, одновременно с отображением значения ID на верхней горизонтальной полосе, указывается предполагаемый тип цели. ID цели. Это двузначное число, появляющееся на экране при обнаружении цели. Величина ID даёт основание предполагать, чем может являться данная цель. ID цели отображается как на основном, так и на цифровом дисплее на рукоятке. Уровень минерализации грунта. Уровень минерализации меняется в диапазоне от 0 до 99. Его значение основывается на магнитных свойствах и интенсивности магнитного поля почвы. Если вы проводите поиск в высокоминерализованном грунте, это значение является высоким. Если минерализация грунта низкая, то и значение уровня минерализации низкое. Знать уровень минерализации почвы очень важно по двум причинам. Во-первых, в высокоминерализованных грунтах глубина обнаружения мала, и вам следует это учитывать. Во-вторых, минерализованный грунт, как правило, содержит горячие камни. Поэтому измерение уровня минерализации играет важную роль в настройке устройства, позволяя исключить подачу ложных сигналов от горячих камней. Индикатор работы режима балансировки. Во время балансировки по грунту этот значок мигает. При отключении режима балансировки отображается постоянно. Индикатор уровня заряда батареек. Показывает оставшийся уровень заряда. При низком уровне заряда на дисплее также появляется предупредительный сигнал. Отображение режима поиска и предупреждающих сообщений. На дисплее виден активный на данный момент режим поиска, либо одно из предупреждений. Теперь давайте рассмотрим экран балансировки по грунту. Значение баланса грунта. Отображается в режиме основного экрана после выполнения автоматической, либо ручной балансировки. Значение баланса грунта при точной подстройке. Используется при ручной настройке баланса грунта. Процесс балансировки по грунту подробно описан в следующем видео. Экран в режиме пинпоинт. Глубина расположения цели. Число показывает расчетную глубину залегания цели в режиме пинпоинт. Индикация отрицательных и положительных сигналов. Служит для визуализации сигналов, получаемых от металлов горных пород или почвы. Как правило, металлы дают положительные сигналы, а горные породы и почвы — отрицательные. Шкала заполняется по мере приближения катушки к цели. При обнаружении центра цели шкала заполнена до конца. Уровень минерализации грунта. О работе в режиме пинпоинт мы подробно поговорим в ролике под названием «Эксплуатация в полевых условиях». Сейчас давайте рассмотрим все разделы меню по порядку. Первый пункт — выбор режима поиска. Металлоискатель Force Core имеет четыре режима поиска. Режим дискриминации 2, режим дискриминации 3, режим проводящего грунта и режим основного поиска. Подробно о режимах поиска мы поговорим в ролике под названием «Режимы поиска». Второй пункт меню — чувствительность. С помощью этого параметра настраивается глубина обнаружения путем регулировки чувствительности металлоискателя. Это необходимо для исключения из приема внешних радиопомех и фонового шума. Значение чувствительности настраивается в диапазоне от 1 до 99 с помощью кнопок «плюс» и «минус». Следующий пункт меню — порог. Эта функция активна только в режиме основного поиска. Поэтому в режимах дискриминации соответствующий пункт меню затенен. Выберем в меню режим основного поиска. В этом режиме слышится постоянный фоновый сигнал, громкость которого оказывает прямое влияние на глубину обнаружения металлоискателя. Если установленное значение порога слишком высокое, фоновый шум может заглушать сигнал от цели. А если слишком низкое, снижается глубина обнаружения. При каждом включении металлоискателя активируется заводское значение порога. Новичкам мы рекомендуем использовать заводское значение порога, а более опытным пользователям устанавливать максимальное значение, при котором еще слышны слабые сигналы от целей. значение порога настраивается в диапазоне от 1 до 99 с помощью кнопок «плюс» и «минус». ID-маска ID-цели — это цифровое значение, присваиваемое цели металлоискателям, которое основывается на электропроводности цели и дает основание предполагать, чем может являться обнаруженная цель. ID-маска — это способность металлоискателя игнорировать нежелательные цели, то есть не генерировать ID-цели и не выдавать сигнал об обнаружении. Эта функция очень удобна, так как она позволяет не обнаруживать горячие камни, а также ненужные металлы, такие как железо или амальгама. Значение ID-маски регулируется в диапазоне от 0 до 99 с помощью кнопок «плюс» и «минус». Функция ID-маски доступна только в режимах дискриминации и недоступна в режиме основного поиска. Частота Эта функция предназначена для изменения частоты работы металлоискателя, что необходимо для исключения из приема внешних помех из окружающей среды или от других металлоискателей, работающих в аналогичном частотном диапазоне. Металлоискатель Force Core имеет пять уровней частоты. Заводское значение 3 Для активации функции нужно нажать кнопку включения режима Pinpoint, а затем, не отпуская ее, нажать кнопку вверх, вниз, плюс или минус. После этого вы сможете выбрать этот пункт в меню и изменить значение частоты. Изменение частоты может повлиять на корректность работы металлоискателя. Громкость Эта настройка позволяет увеличивать или уменьшать громкость сигналов металлоискателя в зависимости от ваших предпочтений или окружающих условий. Уровень громкости регулируется в диапазоне от 0 до 20 с помощью кнопок плюс и минус. При каждом включении металлоискателя будет активен последний установленный уровень громкости. Тон Эта функция используется для изменения звуковой частоты порога, а также высоты сигналов обнаружения цели в зависимости от ваших предпочтений. В металлоискателе Force Core предусмотрены пять тонов сигналов от высокой частоты до низкой. Однако изменения тона не влияют на тон сигнала при обнаружении железной руды. Настройка тона доступна в режиме основного поиска, в режиме дискриминации 2 и в режиме проводящего грунта. С помощью этой функции производится регулировка яркости подсветки цифрового и LCD дисплеев. При настройке регулируется яркость обоих дисплеев. При изменении уровня яркости включится также цифровой дисплей. Для удобства настройки на нем появится число 88. При выключении и включении металлоискателя будет активен последующий установленный уровень яркости. Уровень яркости регулируется в диапазоне от 0 до 20 с помощью кнопок плюс и минус. Вибрация Эта функция разработана с учетом потребностей людей с нарушением слуха. Вы можете активировать вибросигнал при обнаружении цели в дополнение к звуковому сигналу, либо использовать только вибросигнал. Уровень вибрации регулируется в диапазоне от 1 до 5. При выборе значения 1 вибросигнал работает только при обнаружении цели на небольшой глубине, а его длительность максимальна. На максимальном уровне 5 вибросигнал включается также при более слабых сигналах, например, при обнаружении цели на большой глубине, а его длительность минимальна. Отметим, что скорость вибрации в режиме пинпоинт вручную не регулируется. При каждом включении металлоискателя будет активен последний установленный уровень вибрации. И последний пункт меню — язык. Опция предназначена для изменения языка меню. Вы можете выбрать один из десяти доступных языков. При первом включении металлоискателя меню отображается на языке, установленном по умолчанию. Изменить язык меню можно с помощью кнопок «плюс» и «минус». Выбор языка является последним пунктом меню, поэтому его всегда легко найти, если вы не знаете выбранного на данный момент языка. Важные примечания по использованию меню. Если вы открыли меню и в течение нескольких секунд не нажимаете никакие кнопки, устройство вернется к основному экрану. Если вы не хотите ждать, просто нажмите один раз кнопку включения режима «пинпоинт» и откроется основной экран. Для того, чтобы сохранить настройки, не требуется каких-либо дополнительных действий. Новые настройки вступают в силу сразу после их выбора. При нажатии и удерживании кнопок меню значения настраиваемых параметров меняются быстрее. Неактивные позиции меню затенены, и их выбор невозможен. Однако, если какая-либо функция недоступна в выбранном режиме, она может быть доступна в других режимах. Например, настройка порога недоступна в режимах дискриминации, но доступна в режиме основного поиска. Продолжение следует...